Предлагаю начать традиционно уже за сегодня начну с извинений. Антон, практически чудо нам помогает все это сделать. Извини, пожалуйста, за эти накладки. Перед вами извиняюсь за то, что мы съезжаем по времени, но практически не съезжаем. Сами понимаете, как бывает на подобных мероприятиях. Давайте начнем. Сейчас речь пойдет о музыке. И кто, как не Антон Маскелиаден, расскажет нам про эту музыку. В общем, даже не знаю, что добавить. Сейчас будет интересно. Это точно. Нас мало, но давайте поаплодируем Антону. Спасибо. Спасибо большое. Будет ли интересно, я не знаю. Но я постараюсь рассказать то, что мне кажется интересным. Я музыкант, и у меня есть своя школа, где я уже больше года учу ребят писать музыку для своего удовольствия, для дедушек, для рекламных роликов и для карьерного роста. В общем, каждый сам выбирает, для чего он пишет музыку. Я самоучка. И всю жизнь я играл на разных музыкальных инструментах, учился сам. Какое-то чувство, то есть какое-то знание, теоретическая база у меня никогда не было. Это не мешало мне писать музыку, выпускать альбомы, путешествовать по всему миру, играть концерты. Но когда я открыл школу, я понимаю, что ребятам, которые приходят ко мне даже с нулевым бэкграундом, я должен дать им какую-то базу. Очевидно, потому что они должны понимать, как устроена музыкальная история. И начал сам в это влезать. Пошел на джазовое пианино, изучать разные книжки, начал читать много материалов. И для меня открылись совершенно невероятные новости. Я узнал об одной простой вещи, о том, что все, что касается вообще музыкальной теории, правил построения аккордов, мелодий и так далее, в этом нет ничего сложного, в этом нет ничего особенного. У меня всегда в голове было какое-то прям такое темное пятно, которое говорило, что это сложно, туда лучше не лезть, надо потратить много лет обучения в консе, сольфеджио и так далее. Это все серьезно для серьезных ребят. Но это нифига не серьезно. Это все очень просто. И, в общем-то, сегодня на этой лекции я хочу рассказать о том, как вы, мы вместе с вами попробуем написать трек, даже ни понятия не имея ничего о музыкальной теории. Я вкратце расскажу о том, как это все устроено, что вы потом можете сегодня прийти домой, открыть программу, бесплатно ее скачать с официального сайта, Аблика и написать свой трек, просто повторяя те же шаги, которые буду делать сегодня я. У меня хорошо слышно? Класс. Вот. Ну, ближе к делу, да? Значит, это сайт моей школы. К чему это я? А вот, у меня есть лекция, у меня есть в тильде отличная презентация. Давайте я сделаю на весь экран ее. Так, вот так вот. Своя музыка – это просто. Что хочу сказать сразу. Это первый слайд. А это Жан-Филипп Рамо. И в 1722 году это, по сути, первый чувак, который написал книгу о трактате гармонии, где впервые описал вообще правила и поведение гармонии, мелодии классической музыки, академической музыки. До него это было все очень хаотично. Интересный факт. Именно в то же самое время Бах популяризировал равномерно темперированный строй. Это когда у нас все клавиши, допустим, на пианино, как вы знаете, независимо от того, в какой октаве мы их возьмем, они будут играть одинаковую тональность. Просто то ли выше, то ли ниже. Но нота будет та же самая. И с того времени, на самом деле, прошло уже 300 лет практически, но музыкальная теория никак не изменилась. И те основы, которые он тогда заложил, а самое главное, я скажу чуть позднее, это самый главный секрет вообще музыки, образовался уже тогда. И этот же секрет используют на протяжении вот этих трех веков все абсолютно музыканты, начиная от Моцарта, не знаю, там Тома Йорка и Алены Апиной. Разницы вообще никакой. Заинтригованы, да? Но прежде чем мы приступим к нотам, и когда будем говорить о ладах и о аккордовых прогрессиях, мы должны примерно понять, как это все устроено. У меня есть флипчарт, и у меня есть фломастеры. Давайте представим немножко. Но все же, наверное, знают, как выглядит струна. Правильно? На гитаре. Когда мы ее дергаем, что с ней происходит? Она, да, происходит вибрация. Какое умное слово вы знаете, да, вибрация. Ну или колебаться начинает, да. Она начинает колебаться вверх-вниз. Вверх-вниз идет. Если мы представим на нашем графике, ну мы же слышим не все звуки на свете, мы слышим где-то от 20 герц, до 20 тысяч. Что такое герц? Это колебания в секунду. Грубо говоря, вот я сейчас размахиваю рукой и делаю полтора колебаний в секунду. Очевидно, что вы ничего не слышите, потому что это ниже порога слышимости, ниже 20 герц. На 20 герц мы уйдем, вы будете слышать гул, да. Может быть, кто-то был на концертах, и там у вас кишки начинают переворачиваться от мощного удара бочки, да. Вот это низкие частоты, они мощные, там длина у них 17 метров, они происходят сквозь бетон, стекло, металл. Поэтому, когда соседи ваших громко включают музыку, вы слышите только був-був-був, да. Потому что высокие частоты, они просто, у них нет возможности выходить, огибать пространство, у них нету такой возможности. Струна колеблется. Давайте представим, что эта струна колеблется с частотой 100 герц. Условно. Сейчас даже не важно, как так или это не так, просто что это за линия. Это громкость, да. Вот частота 100 герц, она колеблется, но природно так устроено, что любая струна, которая колеблется, если мы из-за нее дернули, она колеблется еще своими половинками. Какая это будет здесь частота? Частота в два раза выше. Какая? Я вам подсказал уже, блин. 200, да. Не в два раза выше. Она в два раза короче, соответственно, в два раза выше. Третьями. И так далее. Это называется так называемой гармоники. Гармоники, они кратны основному тону. Любой звук имеет свой ряд гармоник. Почему вы берете до на банджо, на пианино, на гитаре, они звучат по-разному, хотя вы везде берете одну и ту же ноту. Именно потому, что у них немножечко разное распределение этих гармоник и абертонов. Это примерно оно и то же. Гармоники — это кратные дополнительные тона, а абертона, они могут быть нечетные. Именно поэтому здесь начинает играть роль. Почему кто-то там гонится за гитарой из Японии с каким-то там сумасшедшим кленовым деревом, или кто-то покупает дорогие скрипки, лакированные с определенной формы F. Почему? Да потому, что все эти элементы, начиная с лакировки, типа дерева, времени, возраста этого инструмента, все это влияет на его тембр. Тембр — это окрас звука. Тембр — это именно в тембр входят все наши гармоники. Нафига я вам все это рассказываю? Вы уже начинаете зевать. А вот почему. Потому что если мы возьмем… Это будет эффектно. Если мы возьмем нашу с вами клавиатуру с нашими черно-белыми клавишами, и построим также по этой клавиатуре наши гармоники, то у нас постепенно будет вырисовываться все эти нотки, которые находятся в нашей одной октаве. То есть природно уже так устроен звук, что он нам уже подсказывает, как бы шепчет, чувак, играя на клавиатуре, тут все уже правильно выстроено. Мы, люди, немножко это под себя подстроили. Там всякие истории с модуляциями, с одинаковыми расстояниями между нот. Но клава уже под западную европейскую музыку, это отдельный момент, потому что в восточной музыке вообще все по-другому, там другая нотация, там другое течение жизни, ощущение от жизни. У нас все более такое клиповое мышление и так далее. И вот у нас есть эти 12 нот, которые мы с вами определили уже природно. Эта струнка нам это подсказала. 12 нот, но как из них лепить музыку? Их же 12. А мы с трудом одну нажимаем. К примеру, если я сейчас открою программу, я могу нажимать какие-нибудь... Нормально слышен звук? Нормально, да? Нет? Какие-то случайные ноты, вы слышите, получается, ну такая не суперконсонанс, так и диссонирующая музыка, да? Не особенно. Хотя джазовые музыканты могут найти в этом небольшие краски, да? Особенности окраски звука и так далее. Но они должны быть, конечно, оправданы. Не просто я должен бить по клавиатуре. Как же понять, какие ноты нам нужно брать, если мы хотим написать хитяру? Да? Так вот, друзья мои, уже начиная с того самого времени, наш дружище Рамю придумал такую вещь. Ну не то, что он придумал, я думаю, что это просто такая уже коллекция знаний к тому времени, которая пришла в свое максимум. Появилось такое понятие, как лад. Что такое лад? Это семерка лучших. Seven best notes ever. У нас есть 12, но мы из 12 выбираем семерку лучших. Какие они могут быть? Они могут совершенно разные. Там есть блюзовый лад, семь разных модальностей, мажорный, минорный, грустный, веселый и так далее. Там есть даже грустный, но с надеждой, так его описывают. Есть разные лады. Что это значит? Это значит, что мы из этих 12, когда пишем музыку, выбираем семь лучших. Любая группа, которую вы слышите, любая песня, это ребята сели и сказали, окей, каком у нас ладу? Ну, давай будет в рэм-мажоре. Поехали. И все ноты в этой песне, начиная от аккордов, заканчивая вокальными, мелодией или басом, будут в этих семи нотах. Иногда даже в пять укладываются. Иногда в три. Если возьмем русский рэп. И какие именно это ноты? Я предлагаю, так как у нас с вами не очень много времени, и это такая вводная история, предлагаю взять, есть такой потрясающий лад, он называется до-мажорный лад. Там все белые клавиши. Это очень просто. То есть мы просто забиваем на черные и используем только белые клавиши. Вот он. Понятно, да? Вот я выбрал сейчас мажорный лад. В этом ладу написано миллиарды песен. Честно говоря, от него уже тошнит всем. Всех и всем. В общем, но это вводное занятие, поэтому простите меня. Итак, мы берем все белые клавиши. И сколько у нас получается в ладу? Семь. Конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это уже начинается следующий лад. Например, до-до. То есть у нас в одном ладу семь этих нот, и он дальше начинает повторяться. Просто это те же самые ноты, только выше. Новый маг. Семнадцатого года. И у него уже западает кнопка P. Офтоп. Гарантия. Нет времени. Понимаете, две недели его надо на этот относить. Значит, семь нот. Соответственно, от каждой ноты мы можем построить аккорд. Правильно? Что такое аккорд? Кто знает? Созвучие. Или, на самом деле, если очень тупым языком сказать, аккорд — это когда вы берете три или больше нот одновременно. Соответственно, вот, к примеру, я взял три нотки. аккорд, аккорд или такие. Аккорд, аккорд. Ну, я сейчас от каждой ноты взял по аккорду. Сколько аккордов я могу построить? Сколько аккордов я могу построить? Семь. Молодцы. И вот что интересно. Вот что интересно. у каждого из этих аккордов есть своя цифра. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Обратите внимание, они есть заглавные римские, а есть маленькие римские. Как вы думаете, почему? Вот, к примеру, я играю сейчас какой аккорд? Первый, конечно. А вот это какой аккорд? Второй. Почему первая большая римская, а второй маленькая римская, как вы думаете? Мажорно-минорный, конечно. Что такое мажорно-минорная? Для тех, кто вообще не в курсе в музыкальной теме, это грустно-веселый. Вот так мы воспринимаем. Никто не понимает, почему до сих пор. Но мажорный аккорд мы воспринимаем как что-то светлое, веселое, солнечное. Вот он. Хочется жить, да? А вот минорный аккорд. Грустный. Ну, у кого как, да? В общем, опять мажорный. Минорный. Тот же самый, да? Слышите? Хорошо? Пойду поем. Да, пойду поем. Значит, это помогает. Еда помогает справляться с грустным состоянием духа. Но не всегда, не всегда. Значит, понятно. То есть мы выбрали лад. И в каждом ладу есть комбинация мажорных и минорных аккордов. Это на самом деле сейчас не так важно. Важно другое. Я уже практически подхожу к тому секрету, про который я вам говорил. Кто-то уже уходит, не выдержал напряжение. Значит, секрет такой. Дело в том, что испокон веков для нашего восприятия непонятно, почему так происходит. То ли потому, что нас надрессировала западноевропейская музыка, то ли потому, что именно эти интервалы между нот каким-то образом воздействуют на наш мозг. Но пятая ступень очень сильно хочет разрешиться в первое. Может быть, слышал кто-то тоника и доминанта? Отношение томики и доминанта. Вот это такая штука. Пятая ступень хочет разрешиться в первое. Давайте проверим. Я его сейчас перекодирую. Вот у нас есть мажорный лад. Это первый аккорд. А вот пятый. Обратите внимание, сейчас я буду играть пятый и первый, и как будто вдох-выдох. Вот оно взаимоотношения. И на этой связке построена вся, 99% западноевропейской музыки, независимо от стиля, независимо от жанра ее. Есть такой сайт. Называется он Cook Theory. Это еще одно золото для вас. На этом сайте размещены все большинство популярных песен западноевропейской музыки, и они уже разбиты по аккордам. То есть видно, первая ступень, пятая, пятая цептаккорд, но это сейчас неважно, что такое, первая, четвертая, первая, пятая. Я взял один из самых попсовых битловских треков. Возьмем Моцарта. Мы видим, у него есть трек, который полностью строится на этих двух аккордах. Мы находимся в устойчивом настоянии в первом доме. Задаемся вопросом напряжением и отвечаем на него. Вся музыка строится на этих взаимоотношениях. Опять вопрос-ответ, вопрос. Добавил шестую ступеньку, экспериментатор. Да? Заканчивать все на пятерочке, чтобы потом обратно вернулись домой. В любой популярной песне вы увидите, что куплет и припев обязательно закончатся либо на пятерку, чтобы потом куплет следующий начался с единицы, чтобы все этот цикл работал в нашей голове, чтобы мы еще раз послушали куплет и еще раз, а потом еще два припева, потом еще бридж. Зачем? Чтобы мы еще потом послушали 500 раз этот припев. Потому что через эти повторения и работает музыка на каком-то уровне, на уровне запоминания, на прилипчивости. Это и есть основной клей. Вот другой трек Моцарта турецкий Моцарта. Первый, четвертый, пятый. Первый. Что? Да? Ага. Да, да, да. Что? Ясно. Ааа, ясно. Да? Все понятно. Обратите внимание, здесь этот сайт также очень классный тем, что здесь прописываются все ноты. То есть эти ноты, которые мелодически играют на аккордах, они также повторяют все ноты аккорда и лада, которые мы использовали. Это просто майндфак. Да? Просто заходи на этот сайт, бери любимые группы, здесь есть еще прогрессион билдер, в общем, и воруй. Ну, аккуратно, аккуратно, конечно, текст лучше свой написать. Вот. Ну, и мы видим, здесь на сайте есть разная песня. Taylor Swift. Второй. Четвертый. Первый. Первый. Уходим в первую. Или главная тема к Игре Престолов. Да? Начинаете все с единички. Пятый. Давайте послушаем сначала. Да. Прежде чем мы перейдем вот к этому треку, хочу тоже важное сказать. Конечно же, гравитация между... Скажем так, гравитация не ограничится только этим двумя аккордами. Есть еще четвертый. Он тоже стремится к первому, но только немножко по-другому, иначе. Но тоже стремится. Есть еще седьмой. Вот этот такой большой редкий гость в современной музыке. Он супер напряженный, и не мудрено, что он седьмая ступень в таком сериале. Мы можем даже послушать его. Я сейчас продемонстрирую вам. Значит, вот первый. Вот первый, да? А вот седьмой. Я просто... Потому что у меня здесь одна клавиатура, есть такое понятие обращения. Я вот эту ноту, которая левее должна звучать, я ее увел наверх. Вы слышите напряжение какое? Слышите, да? Еще больше напряжения, чем пятого. По-моему, я уже играл. Ладно. Давайте послушаем, как это звучит. Супер напряжение, да? И мы потом опять возвращаемся в дом. Чтобы опять начать с нового цикла с самого начала, да? В общем, друзья, теперь мы во всеоружии. Давайте писать трек. Готово? Это все на самом деле. Чего еще тут нужно? С чего? Давайте так. Мы взрослые ребята. Что у нас? Этот фестиваль. Индустрии креативных. Да? Давайте напишем вообще, из чего состоит музыкальный трек. Только на экран не смотрим. Да? Из чего состоит музыкальный трек? Биток. Отличное. Отличное начало. Ритм. Да, конечно. Что еще там есть? Мелодия. Что такое мелодия? Что-что? Что такое мелодия? Основная тема – это хук. Да? Это основная мелодия. То, что нам западает в голову. Это, как правило, лид. Какой-то соляк, вокал или какой-то запоминающийся рефрен при певе. Особенно то, что сейчас любят рэперы. Повторение какое-то. Я базарю, я базарю. Вот это все. По сути, это мелодия. Кто-то еще сказал гармония. Что такое гармония? Что? Мелодичность. А что такое мелодия? Гармоничность. Отлично. Мне кажется, можно заканчивать лекцию. Гармония – это ваш нарратив музыкальной композиции. То есть, если мелодия, скажем так, это главный герой, то гармония – это место, где это все происходит. Марс, Земля, Воронеж или Московская область. Это есть гармония. Это история. Гармония – это есть комбинация аккордов. Как они развиваются, какие аккорды вы используете и какой аккорд идет за каким. Что еще? О чем мы еще забыли? Тональность. Тональность, на самом деле, есть в мелодии, в гармонии. Это скорее такая общая тема. Точнее, специфическая. Более… Какой еще элемент в трек входит? Яма – это уже вопрос к аранжировке. Такт – это уже метрическая история. Немножко не то. Инструменты – это скорее номбральная тема. Нам не хватает баса. Правильно? На самом деле бас – это часть гармонии, но обычно он стоит костяком. Просто какой-то низкочастотный регистр, и он, на самом деле, задает весь грув. Очень часто. Йоу, на этом все. Мне кажется, из этого трек можно уже делать. Но прежде чем делать, мы должны понять. У нас сейчас есть в голове знание о том, что да, мы знаем, что работает хорошо 5-й, 1-й аккорд, 4-й, 1-й аккорд. А как же остальные? Что с ними делать? И я всегда в голове, у меня такое представление. Если вы хотите написать коммерчески успешный трек, воспринимайте другие аккорды, как, знаете, вот есть в боевиках, особенно в старых, такие сцены, когда там погоня, и вот один герой бежит за другим, и по пути там он сшибает корзину с фруктами, идет дождь, он там падает, влетает каких-то людей, но он любом, так или иначе, он стремится к первому аккорду. Вот 5-й, к 1-й, а он к нему бежит, 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 но по пути куча препятствий. И чем больше препятствий, тем больше кайф, когда он добирается до единички. Неважно, набить ему морду он хочет или поцеловать. Это зависит уже от сюжета. Но другие аккорды, может быть, я немножко их задену, неуважительно к ним отнесусь, но часть они играют роль скорее дополнительно усиливающих элементов, чтобы мы наконец-то сошлись с единичкой. Но, конечно, это не всегда так. Так, у нас первое занятие, я должен вам рассказать про самый такой мощный инсайт. Потом, когда посмотрите на этом сайте другие песни, вы увидите, что есть разные комбинации, но так или иначе, это парочку вы увидите, как правило, везде. Есть комбинация аккордов, от которой тошнит уже всех 15 лет. Самые хитовые комбинации. Знаете их? Я как раз тут спрашивал пароль от Wi-Fi. Значит, есть, да, аккорды такие. Первая, пятая, шестая и четвертая. Это самые-самые-самые попсовые аккорды на свете. Есть даже видос на YouTube, который мы сейчас посмотрим совсем немножечко, где ребята играют около 60 треков, просто базирующихся на этих четырех аккордах. Играет музыка. В общем, и так далее. Они еще будут много-много времени петь разные хиты, которые вы наверняка все знаете. Четыре аккорда. Можете представить? Просто, конечно, разные аранжировки, разные мелодии, но базис одинаковый. Уже куча роликов на YouTube выпускают различные продюсеры и говорят, ребята, хватит. Вот здесь уже все это. Давайте что-нибудь другое придумывать. Давайте другие аккорды. Но нет, продюсеры зарабатывают деньги. Это продается. Люди нравятся. Все кайфуют, танцуют. В общем-то, музыкальный бизнес. И давайте перейдем уже к нам. Я все никак не перейду. Я предлагаю вот что сейчас делать. Это же трек с залом. Поэтому давайте сейчас прям рандомно набросаем разные цифры. И из этих цифр сделаем нашу аккордовую прогрессию. Итак, первая цифра. Любая. От одного до семи, соответственно. У нас же семь нот. Семь аккордов. Один. Отлично. Один. У нас есть один. Давай еще. Давайте. Четыре. Так. Три. Пять. Так, погодите. Окей, получается. Опять один. Давайте до восьми. Останемся. Семь. Два. Можно пять. Давайте пять. Fusion Jazz что-то говорит. Я специально сюда включил админ ресурс. Поставил пятерку. Я не знаю, что здесь получится. Но важно, что мы закончим на пять, чтобы вернуться к единичке. И давайте мы эти аккорды сейчас построим. Я уже для вас здесь выбрал пионинка, как вы уже видите. В Аблике все очень просто делается. В этом окне я просто создаю внизу музыкальный трек, музыкальный клип, в котором, видите, здесь наша с вами клавиатура. И на этой клавиатуре я сделаю очень просто. Я выберу все нотки, которые находятся в моем ладу. Какие же у меня тут? У меня только белые, правильно? Верно? Дорогой тяжеловато это делать. Что в Аблитоне очень удобно. Если нажимаю клавишу Fold, он оставляет только те клавиши, которые мне нужны. То есть я нахожусь в своем ладу. И какую бы нотку я здесь бы ни нажал, она будет в моем мажорном ладу. Это очень удобно. После этого я беру и просто все эти ноты спрячу влево, чтобы они ушли за пределы моего лупа, где будет играться моя аккорда. Мы видим, бегает ползунок, но так как мы ничего не написали, то мы ничего не слышим. Итак, какая у нас там первая цифра? Один. Окей. Первый аккорд строится очень просто. Вообще все аккорды строятся очень просто. Когда мы выбрали лад, мы используем систему через один. Просто пропускаем нотку одну, и у нас получается классный аккордик. Давайте послушаем. Йоу. Отлично. Какая вторая цифра? Четыре. Отсчитываем. Раз, два, три, четыре. Так. Давайте чуть-чуть подлиннее сделаем наш с вами луп. У нас там дофига аккордов, да? Сделаем, я думаю, что восемь. Вот так вот. Дальше. Три. Я сейчас делаю гораздо быстрее. Йоу. Вот мы и построили нашу аккордовую прогрессию. Давайте послушаем. Класс. Немножко советов с продвинутого курса. Чтобы сохранить более плавное, так называемое, голосоведение в академической музыке, очень важно, чтобы между нотами не было большого расстояния. Поэтому я просто возьму и супервысокие ноты, особенно вот тут, видите, да, как сильно аккорд ушел наверх. Супер контрастное такое действие. Я просто их сокращу. Я уберу сейчас эти нотки и отправлю их вниз, чтобы они слишком сильно не уходили в контраст. Вот это мы делаем вверх. А это вниз тоже сделаем. Вот сейчас будет чуть-чуть поорганичнее все звучать. И вот нам уже хочется танцевать, петь, петлю какой-нибудь, видите, да? Все работает. Мне даже очень нравится вот эта семеночка, которую мы сюда всунули. Она вот встает, она сразу выбивается за этих 96% всех попсовых треков, да? Потому что уже какой-то вот такой диссонирующий элемент есть. Ну, я поздравляю, мы с вами написали гармонию. Единственное, можно чуть-чуть ее усложнить, каким образом. Ну, например, во-первых, я сейчас делаю эти аккорды длинными, чтобы они заполняли все пространство и не было тишины. Может быть, слишком. Давайте чуть-чуть поменьше. Вот так вот. Вот так вот, да. Сделаем. И, может быть, второй аккорд я сделаю так, чтобы он чуть-чуть позднее запускался, чтобы немножко внести элементы, ну, просто тупо, когда у нас как марш, и каждый метроном, каждый удолин бьет аккорд. Чуть-чуть будет какое-то разнообразие. И очень важно здесь сохранять эффект зеркальности. Если мы здесь второй аккорд чуть-чуть придерживаем, то и здесь, во второй части, второй аккорд мы должны тоже немножко придержать. Что дальше? Какой следующий элемент мы будем писать? Мелодия. С мелодией все сложновато, но я бы предложил сначала перейти к басу, учитывая, что он у меня третий. С басом все очень просто, потому что я беру просто гармонию, копирую и вставляю в бас. Теперь у меня на басу лежит гармония. Суть баса в том, что я просто буду брать те же самые ноты, только оставлю одну. Какую? Можем сейчас с вами вместе решить. Во-первых, я сейчас делаю так, чтобы все нотки звучали постоянно. И у баса теперь, чтобы вас не смущало, я дам ему другой цвет. Оставлю первую нотку, дальше вторую, дальше эту. Ноликом я просто отключаю ненужные. Опять первая, вторая. Здесь пусть будет так. И пусть здесь уйдет наверх. Вот у меня есть бас партия. Давайте послушаем. Послушаем вместе. Вот у нас здесь звучит то, чего не хватает, да? Бес. Боленько. Чего-то нет. С ним. Вот у нас сразу есть подложка, да? Причем, обратите внимание, я делаю просто механические вещи. Я просто оставил те же самые ноты, только опустил их вниз. На самом деле, может быть, даже их стоит еще ниже опустить. Давайте попробуем, послушаем, как это будет звучать. И совсем ниже. Даже этот саб не справляется с этим низом. Окей, у нас есть бас. Дальше я предлагаю поработать над арпеджио. То есть это такие тоже гармонические элементы, раскраски, так называемые специи, которые мы добавляем к нашему треку. Это, конечно, делает его чуть-чуть более красивым. Я не знаю, так можно сказать. Так, мы вроде успеваем. Отлично. Есть еще 18 минут. Что такое арпеджио? Это когда нотки просто играют не одновременно, а прыгают постепенно по каждому аккорду. Я опять беру гармонию, копирую. Копирую. Сложно одной рукой это делать. И вставляю ее в арпеджио. Даю ей нужный цвет, чтобы вы не путались. Нажму, чтобы все аккорды у нас были продолжены. И у меня в арпеджио стоит уже… Я выбрал инструмент, я подготовил вчера вечером прессу, чтобы не тратить на это время. У меня включен арпеджиатор. То есть без арпеджиатора эти аккорды звучат так. С арпеджиатором. Чего не хватает? Что можете сказать, если я сейчас запущу все вместе, вы увидите уже, вы уже станете, на самом деле, немножечко звукорежиссерами. Что можете сказать про арпеджио? Оно ходит, оно ходит, но оно ходит внизу. Ее не слышно. Оно тонет в общем миксе, оно тонет в аккордах. Поэтому что нужно с ним сделать? Поднять наверх? Конечно. Вот сюда вот. Теперь это все будет работать вместе. Сразу эпично. Веселый фильм, трейлер какого-нибудь... Не знаю. Какого-нибудь фильма про собаку. Которая бежит к своему хозяину. Или хозяйке. Я не знаю, у меня просто так в голове возникло. Мелодия. Конечно. Где мелодия? Вы спросите, где мелодия? Я бы мог механически вам что-нибудь сейчас наиграть. На самом деле в Абблике есть очень классная штука. Я могу мелодию напеть. И она сразу превратит ее в ноты. Давайте. Вот это, честно говоря, я не репетил, потому что я не знал, какие аккорды вы выберете. Я сейчас просто напою что-нибудь с моим голосом. Корректор А.Кулакова Абб Şeyа Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . 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 Типа новый трек, да? Опа! А что дальше рассказывать? Нечем рассказывать, потому что музыка — это история. Поэтому у меня осталось 8 минут, и мы сейчас быстренько с вами. Быстренько. А после меня есть, да, лекция? Блин, окей. Мы сейчас быстренько с вами напишем аранжировку. Но на самом деле это правда быстро, только мне нужны две руки. Что я делаю? Давайте представим, с чего начинается трек. Обычно это какая-то заявка, гармония. Потом к ней подходит мелодия, потом появляется ритм, потом бас, потом все это входит в кульминацию, потом уходит что-то одно. В общем, обычно одна часть трека может стоять там в нескольких сцен. И я сейчас просто сделаю эти разные сцены. К примеру, у нас начинается с гармонии. Я сейчас возьму их все, эти инструменты, и унесу вниз. Так будет лучше для вас, да? Итак, мой трек начинается с гармонии. Первая сцена — это гармония. Давайте представим, что горизонтали — это одна сцена. Потом гармония у нас подключается... Что? Мелодия, например, да? Потом после гармонии мелодия что подключается? Ритм, да. Давайте ритм закинем. Что еще? А потом давайте гармония исчезает, остается мелодия с ритмом, и к нему подключается бас. Потом бас, пэт, ритм, мелодия. А в конце, вот наша последняя сцена, кульминация, возвращается гармония. А, нет, 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 сделаем так. Возвращается, короче, возвращаются все инструменты, кроме арпеджио. А в конце у нас будет все звучать вместе. Давайте прикинем. Сейчас, просто мы набросали, послушаем одну сцену с другой. Одну сцену с другой послушаем сейчас. Это более логичное развитие песни, да? Третья. Что раз проиграешь, да? Каким нравится этот мотив? Почему в нем не оставаться? Подключается бас. Можно его погромче, да? Пусть еще потусуется. Следующая сцена. Тут уже можно грустно читать, нечего читать, да? Про собаку. Большая яма, например, можно сделать. Дальше гармония. Возвращаются аккорды. В конце у нас пульминация, последняя сцена нашего трека, после которого нам нужно уже будет выбивать вторую часть. Вот и все, друзья. Аплодисменты вам. Это ваш трек. Это ваш трек. Мне надо заканчивать, правильно? Я не знаю, есть временные вопросы? Давайте вопросы и будем сворачивать нашу лавку. Все, серьезно, нет вопросов? Программа называется Ableton. Она называется Ableton. Аблетон. Сейчас я посмотрю, как это по-русски. По-русски это Магун. Ableton. Вот эта программа. Если у вас вопросов нет, то я зову к себе в школу, я преподаю и рассказываю. Ребята пишут треки для бабушек, роликов для музыкальной карьеры и так далее. В общем, школа Маскелиада. Единственное, у меня до января все классы забиты. Сейчас только на январь набирается, там уже полкурса нет. Так что если вы хотите записаться, записывайтесь, пишите сегодня. И давайте, знаете, что я придумаю для вас. Раз я выступаю на этом конференции, если напишите и скажете, что вы с фестиваля G8, то я вам сделаю скидку. Норм? Тут аплодисменты должны быть точно. Спасибо большое. Спасибо большое. Антон Маскелиаде и наше совместное творчество. По-моему, было очень круто, особенно это было видно по вашим, извините, открытым ртам, потому что это было, правда, классно и интересно. Антону спасибо еще раз. Через пять минут мы поговорим про самопрезентацию фотографов. Не уходите далеко. Мы буквально переставим технику и начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok